Это второе поколение Galaxy Fold, которое получило название Galaxy Z Fold 2. Литера Z теперь для всех гнутых. Неужели это больше не эксперимент и не смартфон ради вау-эффекта? Сегодня мы впервые смотрим на него вживую и попробуем выяснить, смог ли он стать по-настоящему правильным складным гаджетом и сможет ли он стать главным девайсом у вас в кармане. Выясним, каким же новым фокусом он научился и избавился ли он от старых болячек, о которых Барян говорил в отдельном видео. Всем привет, это Дройдер, с вами Валерий Истышев, Galaxy Z Fold 2. Погнали! Форм-фактор тот же, раскладушка с двумя экранами, но при этом ей не так приятно щелкать, как предыдущие версии, потому что шарнир доработали, он стал гораздо более тугим, но зато фиксируется теперь в разных положениях, а хитрые щеточки теперь вычищают пылинки. Звучит смешно, но, судя по всему, это важно. Стекло покрытия этого экрана стало тоньше волоса, но, впрочем, так же, как и на Z Flip. Как всегда, ему дали странное название UTG, Ultra Thin Glass. Но стекло ли это? Вопрос. Кроме того, мы не можем проверить это здесь, потому что сверху на экранах наклеена защитная пленка, которую нам отдирать не разрешили. Но если вас беспокоил тот самый проем, который возникает при закрывании смартфона, он остался на месте. По габаритам смартфон стал чуть тоньше первого фолда, но заметно шире. Это не сильно ощущается в руках, но вот дизайн отсылает к недавно представленному ноуту. И он хорош. Даже появилась кастомизация плашечек шарниров. Люблю такое, и за это не нужно доплачивать. Придется только подождать три недели. Но самое важное и заметное изменение, это, конечно же, экраны. Первый. Второй. Передний теперь не напоминает окошко для уведомлений. Это полноценный супер-амолед на 6,2 дюйма с разрешением 2260 на 816 пикселей. Да, он вытянутый, но, по идее, на нем можно делать все, вообще не открывая смартфон. И даже, возможно, пользоваться одной рукой. Но это все равно не так удобно. А теперь смертельный номер. Попробуем открыть этот смартфон одной рукой и доказать, что это удобно. Опа! У меня просто ловкий палец. Ну, кстати, если вот так вот денек поделать, или недельку, то можно будет делать это быстро. Скажем так, один косяк первого поколения можно вычеркнуть. Маленький экран стал нормальным, и можно полноценно пользоваться. Правда, герцовка здесь 60 Гц. А вот у внутреннего экрана 120. Он тоже увеличился. Вместо 7,3 теперь 7,6 дюйма. А рамки уменьшились. Притом, адаптивная герцовка будет вырубать вам 24 Гц при просмотре настоящего кино и меняться от контента. Например, есть режим 11 Гц для чтения. Вроде как это должно сказаться на батарее. Ну и да, как вы видите, теперь нет напрягающей челки внутри. Вместо нее маленький вырез под фронталку, как во всей линейке Galaxy. 3D-сканер лица, правда, тоже не завезли, но в целом можно обойтись сенсором отпечатка пальцев. Кстати, тут он на боковой кнопке. Нету больше отдельной кнопки, как на предыдущем поколении. Он импульсный и быстрый. Работает четко и лучше, чем подэкранный оптический. Правда, злосчастная морщина на месте. Samsung уже не делал на нее упор и даже показывал ее совершенно спокойно в рекламных видео. Да, она видна под некоторыми углами. Когда смотришь на смартфон в упор, в принципе, ее незаметно. Но перфекционистов все-таки, наверное, это будет раздражать. Что же у нас с производительностью? Спеки, конечно, Samsung постарались запихнуть топовость. Snapdragon 865 и плюс, не Exynos, который вы не любите. 12 гигов оперативки и 256 внутренний. UFS 3.1. На минуточку. Странно, что не 512 или не терабайт. Все-таки на Fold по-прежнему нету слота для карты памяти. Кроме того, здесь есть слот всего для одной сим-карты. Но вторую можно поставить через E-SIM. Вроде как российские операторы уже скоро начнут полноценно его поддерживать. Батарейка тут не сказать, что сильно большая для такого смарта. 4500 мАч. Есть беспроводная зарядка на 15 Вт. И быстрая зарядка. В коробке лежит адаптер на 25 Вт. Прогоним Antutu. Друзья, если хотите, чтобы мы как следует протестировали этот аппарат на долгом тесте, обязательно пишите это в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы потом это дело не пропустить. Ну а мы постараемся его добыть, протестировать, перегреть. В общем, сделать все, что только можно, как вы любите. Во взоре прошлого Galaxy Fold Барян ругал конструкцию, то что динамики закрываются руками, когда вы играете на этом аппарате. Но здесь они расположены в том же месте, стали чуть побольше. Но я нашел решение. Можно просто перевернуть смартфон, и тогда они не будут закрываться. В принципе, картинка тоже перевернется. Вообще, по звуку Samsung заявляют, что здесь стоит лучшая акустика во всей линейке Galaxy EVO. Что касается вибраций, для меня почему-то это важный пункт. Я знаю, что не для всех, но, тем не менее, это ощущение от смартфона. И они тут примерно такие же, как от того же Galaxy Note 20. Но, наверное, самое интересное, что хотелось первым делом проверить вживую, это не камеры, которых тут 5 штук, а софтверные фичи. Чем же он отличается от других смартфонов? Тут стоит Android 10, а поверх, естественно, One UI. И в доработке оболочки участвовал не только сам Samsung, но и Google, и даже Microsoft со своим софтом. Тут и многооконность прокачали, работает drag-and-drop, картинок, текста. Можно запускать несколько окон одного и того же приложения до трех. И, конечно, Up Continuity. Запущенная приложуха быстро, незаметно переходит в планшетный режим при открытии большого экрана. Притом многооконные лейауты теперь можно сохранять, чтобы потом к ним возвращаться. Это очень полезная фишка, и она мне напомнила, опять же, iPadOS. Это не упрек, а скорее лайк от меня. Ну а теперь смотрим, какой красавчик у нас Galaxy Z Fold 2 в Antutu. Вот и итоговый балл. Ну а самые любопытные изменения касаются использования данного смартфона в полусогнутом состоянии. Это пришло от Z Flip и называется Flex Mode. Вот так. Предполагаю, что это самый частый кейс, как подставка для смарта, например, в YouTube. Кроме того, когда вы дооткрываете смартфон, вы увидите вот такой вот лейаут. Но работает это хитро, и надо знать, с какой стороны подойти. Например, с полностью открытого состояния вы к такому режиму не перейдете. Только с закрытого. И еще одна фича, в которой участвовали наши любимые нейронки. Поставив смарт вот таким образом, во время записи видео Fold будет выполнять автоматическое кадрирование. Называется Reframe. Следить за объектом и кадрировать правильно людей. Звучит круто, но надо, естественно, тестировать продолжительно. Во время многооконности тоже можно найти несколько применений. Пишите ваше предложение в комментариях. Но, наверное, самое интересное, как мне показалось, использование двух экранов в камере. Например, во время Pro режима в камере вы можете видеть все настройки на нижней половине экрана. Их удобно менять, а сверху у вас только видоискатель. Кроме того, слева будут отображаться ваши снимки. Также это круто работает и в разложенном состоянии. На левом экране вы видите видоискатель, а слева уже готовый снимок практически в полном размере. Вам не придется заходить в галерею, чтобы его просмотреть. Ну а селфи теперь можно делать на основную камеру. Вот таким вот образом. Нажимаете на эту кнопочку. Оп. И вот так это выглядит. Ну давай, попробуем. Надо руку показать. Что касается качества камер, тут нужен продолжительный тест. Но вы можете взглянуть на то, что у нас получалось. В принципе, на том же уровне со всей линейкой Galaxy у Samsung. Но все-таки набор не такой, как у того же Note 20. Вспоминая свои первые впечатления от первого Fold'а, да, это был вау-эффект. Хотелось это потрогать, потому что это была странная штука. И это был скорее концепт, какая-то проба пера. Когда я взял в руку Fold 2, точнее Z Fold 2, то он меня скорее удивил тем, что это уже полноценный флагман и готовое устройство. Он ушел далеко от первой версии. И даже ощущается по-другому. Я также думал, что найду кучу косяков и начну их ругать. Но в итоге большую часть прошлой версии пофиксили и привнесли действительно эксклюзивные штуки. Приятно, когда компания делает что-то действительно новое для индустрии и не бросает это на полпути. Но в итоге главным минусом, естественно, остается цена. 2000 долларов или 180 тысяч в России. С 18 сентября он поступит в продажу. Хоть цена повысилась и не так заметно по сравнению с предыдущим поколением, зато комплект уменьшился. Например, внутрь не положили беспроводные наушники. А хотелось бы. С морщиной, к сожалению, ничего не изменилось. Остается надеяться, что с надежностью все будет ток. Но в любом случае, такой форм-фактор не может быть таким же стойким, как обычный смарт или планшет. И кто-нибудь из блогеров его обязательно раскурочит. Но у Samsung есть частичное решение этой проблемы. Если взять расширенную гарантию, один раз его можно будет сломать и вам починят почти бесплатно. Только за работу нужно будет заплатить. Как-то так. Ну и давайте вспомним вишенку на торте. К сожалению, не удалось посмотреть. Но, тем не менее, появилась еще топовая версия Galaxy Z Fold 2 от Тома Брауна. Красивый комплект, богатый. Там уже есть беспроводные наушники. Будет стоить 3300 баксов. И всего таких выпустят 5000 штук. Limited edition, как-никак. Ну и на этом все, друзья. Это Дроидер. С вами был Валерий Стешев за камерой. Митя Иванов. А в руках новый Galaxy Z Fold 2. До встречи в будущем. Субтитры сделал DimaTorzok